Всем доброго времени суток! В этой коробочке лежит Стенгрей. Когда я его первый раз увидел, ну не знаю, мой хомяк взбунтовался, придушил жабу, и очень я сильно хотел этот мод. Наконец-то я его заполучил. Давайте, в принципе, перейдем к моду. Мод обалденный. Вставляется в такой коробочке. Открываем коробочку. В коробочке у нас лежит Стенгрей. Верхняя крышка от него. И гибрид-коннектор. Ну а теперь давайте рассмотрим его поподробнее. Начнем, наверное, с кнопки. Кнопочка здесь на магнитах, что меня тоже несказанно порадовал. Во-первых, он весь выполнен из меди. Как он? Копер, по-моему, версия называется. Выполнен он сам из меди. Вот внутри это медь, а сверху покрыт нержавеющей сталью. Ну не знаю, как они это делают, но делают здорово. Кнопка тоже, вот этот пин, он из медиа. Сковырял я, посмотрел. Но посеребренный. Ну, говорят, что посеребренный. Не знаю. Давайте сейчас разберем кнопку. Сделано все очень аккуратненько. Вот, в принципе, сам пин. Главное не потереть штырёчек. Вот такой вот здесь штырёк есть он. Кнопку соединяет, держит. Что ж, вот устройство кнопки. Нет никаких пружин. Сделано, видно, аккуратно. Здесь резьбы такие меленькие. Аккуратненькие. Я его ещё отмазал. При помощи зубной щётки, наверное, ну, минут 20 я его выдраивал. То есть, вот эти вот вставочки. Вот это, ну, вот видите, ещё не до конца всё отодрал. То есть, всё было чёрное. Внутри тоже всё было чёрное. Резьбы все грязные. То есть, вот эта крышечка, она была грязной. То есть, отмывать, отмывать и ещё раз отмывать. Но получаем обалденный мод. То есть, в чём задумка кнопки? Вот эти вот две блестящие штуки. Это не металл, это магнит. То есть, два магнита разной полярности. И они отталкивают друг друга. Не так отдел. Вот, одеваем. И всё. Вся задумка. Нажимаем на кнопку. Кнопка хранит, соединяется. Отручили. И цепь замыкается. Ну, сделано классно. До этого у меня модов не было. С магнитной кнопкой. Сейчас мы его соберём быстренько. Вот эту штучку. Вставить. Ай-яй-яй. Всё-таки удалось мне её вставить. Хоть и не сразу. ПИМ регулируется. Высота поднятия контакта. Понятно, что контакт с батареечкой было. Можно подкрутить. Что ж. Давайте его соберём. Вот кнопочка. Вот верхняя крышка. Коннектор здесь, конечно, я сначала был немножко удивлён. То есть, вот тут нет ни пружинок, ничего. Вот видите, он так свободно трепыхается. Ну, оказалось, в принципе, самодостаточная конструкция. Зачем? Ну, мы винчиваем атом. Он его продавливает на нужную длину. А снизу кнопочка подрегулирует. То есть, то, что он вот так болтается, не пугайтесь, ничего страшного здесь нет. Конструкция самодостаточная. Вот он в формате 18650. Здесь вот надпись Stingray. Пропилы, крылышки. Кнопочка. Такая вот интересная. Да, кнопочку немножко подзакусывает, но нормально. Нажимается хорошо. Вот здесь вот есть кольцо блокировки. Причём, вот эта вот часть, вот эта часть, наверное, сейчас многие удивятся, она разборная. То есть, вот сейчас он в формате 18650. Так, берём, раз. Сделано очень здорово. Так вот он будет под 18500 формат. Вот такой вот уже на парик. И если вот эту часть снять, то он у нас будет под 18350. Ну, кто смотрит моё видео, уже, наверное, знает, что я очень люблю всякие вот такие вот маленькие модики. То есть, вот такой вот он у нас получается под батарейку 18350. Ну, даже не знаю, как тут, чтобы вы поняли размер-то показать. Ну, вот возьмём визитную карточку. Все представляют размер, да? И вот положим стингрей. То есть, он меньше визитной карточки. Но и это ещё не всё. Размер можно уменьшить ещё. Для этого здесь есть гибрид-коннектор. Вот такая вот штука. То есть, ну, идея крайне простая. То есть, элементарно, допустим, возьмём крайки. То есть, мы навинчиваем атом. Вот так. Самый визитный. Вставляем батареечку. Эфест пускай будет. Закручиваем. Главное. И подрегулируем нижнюю кнопку. Всё. Вот, пожалуйста. То есть, опять же, возьмём вот... Да вот, просто батарейку 18650 взять, да? Ну, совсем кропарь. То есть, сам мехмод получается меньше батарейки 18650. Очень меня он порадовал. Ну, такой вот интересный мехмод. Кнопочка вот подкусывает, но ничего страшного. Категорически рекомендую. То есть, вот из тех мехмодов, которые у меня, наверное, побывали в руках за последние месяца два, этот лучший. То есть, вот Stingray прям рекомендую. Берите, не сомневаясь. То есть, штука очень удачная. Только смотрите, чтобы производитель был не King Hui, например. Это я не ругаюсь. Это такая фирма есть. Ну, вот Tribon, Tobacco, L-Sick неплохо делают. Есть фирмы. Просто перед тем, как покупать, посмотрите фотографии. Всё-таки удостоверьте, что действительно качество хорошее. Либо смотрите в магазине. То есть, категорически рекомендую Stingray к покупке. Я думаю, вы будете очень довольны.